В Чагодочинском районе, в селе Сазонова, в этот день особенно многолюдно, а запах наваристых серых щей разносится по всей округе на несколько верст. Все потому, что здесь проходит фестиваль серых щей, и хозяйки со всех уголков района соревнуются, чьи щи вкуснее. Крашей нет награды, щи да хлеб берите, крашей нет награды, нам другого счастья ни за что не надо. Существует легенда, что на территории Чагодочинского района, в деревне, которой уже не существует, появились серые щи. Я, конечно, здесь уже тоже 50 лет живу, около 50 лет, и также приспособилась варить серые щи. В прошлом году мы были победителем серых щей. Но я считаю, что щи у всех были вкусные, но выбрали почему-то нас. Нельзя, мы чисто поучаствовать. Ну, изюминки суп с щей, с грибами, не все варят. Не все варят щей с грибами. Ну, вот у меня щи из трех видов мяса. Мясо у меня, как бы, своего хозяйства. Свинина, говядина и кролятина. Это, как бы, у меня семейный секрет. Рассказываю. Щи, сколько себя помню, мы всегда варили, с детства помню, как варили щи. Это у нас в Чагодочинском районе заведено. Щи мы едим круглый год. Нет, должно быть хорошее мясо, обязательно на косточке, чтобы там было обязательно жирка немало. Иначе будут очень вкусные щи. Но это только для тех, кто соблюдает диету. А так, настоящие щи должны быть жирные, вкусные. Не очень кислые, кислые тоже. Не очень кислые, но с кислинкой. Я рад, что идея проведения фестиваля Чагода Родина Серый Щей прижилась в нашем районе. И что вот уже третий год подряд на различных поселениях района проходит такой великолепный праздник в разных формах. В прошлом году мы открыли вкусную версту России в Чагоде. А сегодня в Сазонове отмечаем 90 лет Чагодочинскому району и открываем вкусную версту Вологодщины. Очень рад тому, что наши Чагодочинские серые щи попали в интерактивную карту, в гастрономическую карту России. Фестиваль растет от года в год и принял уже всероссийскую известность. Потому что благодаря средствам массовой информации многие люди узнают из различных республик и приезжают уже со всего северо-запада. С республики Комино, Вгородска, Ленинградская, Псковской областей сюда. Не только щи стали центром внимания на празднике. В поселке торжественно открыли арт-объект вкусной ворота Вологодщины, которые станут символом гостеприимства Чагодочинского края и покажут его приверженность гастрономическим достопримечательностям России. А право открыть новый арт-объект выпало главе Чагодочинского района Александру Косенкову и депутату Законодательного собрания Роману Заварину. Готово! В 1918 году на территории Чагодочинского края была установлена советская власть. Самым ярким моментом концертной программы в Сазоново стала масштабная постановка, показывающая исторические вехи жизни Чагодочинского района. Про основание стекольного завода, который положил начало истории, про тяжелые трудовые годы, про роль Великой Отечественной. Все 90 лет промелькнули перед гостями праздника, как одно мгновение. Чагодочинский район – это особенный район, уникальный район. Район, который имеет свою самобытность. Район, который единственный в Вологодской области, имеет право называться стекольным краем. И сегодня район смело смотрит в свое будущее. Район строит планы. И говоря о нашем районе, я хочу сказать, что основным богатством нашего района были, есть и будут наши люди. Для меня сегодня особо наполнительный день, потому что я могу с этой сцены обратиться к вам, назвав их земляками. Я родился и вырос здесь, в Чагодочинском районе. И мое сердце, моя душа, мой ум связан с этой землей. 90 лет – это много или мало? В исторической эпохе, конечно, этого мало. Но для каждого человека, живущего в современности, наверное, это целая жизнь. И эта жизнь, жизнь Чагодочинского района, связана с трудностями всей нашей страны, с победами нашей страны, со всеми счастливыми и благополучными моментами нашей красивой и замечательной родины, которая называется Россия. Мы все с вами вологжане, мы все с вами россияне, но мы еще и чагодочинцы. Мне бы хотелось вручить приветственный адрес благодарности главе муниципального образования поселка Сазонова Ольге Юрьевне Леонтьевой за успешную реализацию проекта, связанную с благоустройством площади, на которой мы сегодня все находимся, в рамках проекта «Комфортная среда». У лучших работников района отметили губернаторскими благодарственными письмами, а также отметили самых искусных мастериц щеварения. Праздник продолжился до позднего вечера. На самом деле, ну очень хорошая программа, которая вот, ну то есть они вот рассказывали про как становился район, все очень взаимосвязано было, довольно-таки на самом деле сильно сделано. Ну я на самом деле доволен всем этим делом, ну на самом деле. Мне очень понравилось, потому что было все от души. Мы впервые у нас в Сазонове празднулись, поэтому часто, вот и все хорошо, нравится. А что больше всего понравилось? Ну, просто организация праздника понравилась больше всего, конечно. Вот организация, я считаю, этому ответственна, вот, и я думаю, всем нравится. И если историю хорошо почитать, то при Петре Первом мы знаем все ручьи буги, и в Новгородской губернии не были, поэтому это земли, в общем-то, новгородские буги все время. Но я тоже, можно считать, родину всех ручей. Праздник замечательный, мы приехали из Санкт-Петербурга, очень довольны, что попали на такой праздник. Вообще мы родили детей, я, вот, а дети мои из Санкт-Петербурга. И нам нравится, нравится? Чуть не попробовали, не успели, уже все съели. Но обязательно сварим дома. А дома часто варите? Да. Настоящие наши щи и серые капусты. Свой рецепт особый есть, но скрываем наши вологодки, никому тайну не выдаем.